Не зря говорят, привычка вторая натура. Вот и слободские водители пока не могут избавиться от привычки оставлять свои автомобили у детской поликлиники. Хотя остановка по улице Гоголя от улицы Никольской до Степана Халтурина теперь запрещена. В связи с тем, что в образовательном учреждении в данном месте поставлен оборудован пешеходный переход в соответствии со всеми требованиями к пешеходным переходам, которые должны находиться в образовательных учреждениях. То есть это должно быть наличие светофора Т7, наличие пешеходного перехода, искусственных неровностей и в обязательном порядке ограждений пешеходных, то есть металлические ограждения. В связи с тем, что здесь установлены металлические ограждения и это затруднит уборку снега зимой, если будут стоять автомобили, решено было установить дорожные знаки, которые запрещают установку. Для посетителей детской поликлиники и больницы знак создают неудобства. Маленького ребенка или детей родителям теперь приходится нести на руках почти целый квартал. Впрочем, правила соблюдать все равно придется. Штраф за парковку в неположенном месте – полторы тысячи рублей. Внимательности слабожанам не хватает и на перекрестке улицы Грина и Рождественской. Там, где раньше был пешеходный переход, 9 декабря заработал новый светофор. Однако некоторые пешеходы по привычке уверенно переходят проезжую часть чая, запрещающего сигнала. Рософтинспекция обращает внимание слабожан на это и просит соблюдать правила дорожного движения, связанное с переходом проезжей части улицы именно по светофору, так как наши граждане привыкли, что в данном месте находится пешеходный переход и на светофор внимания пока не обращают. Особенно это касается юных наших слабожан, поэтому огромная просьба к родителям провести со своими детьми дополнительную беседу на эту тему.